Всегда мечтал поиграть в гольф, но нет клюшки, шара и подходящей площадки? Выход есть! И называется он «Диск-гольф». Первыми игроками были ученики канадской начальной школы. В 1926 году они придумали бросать формы для выпечки в деревья, столбы и мусорные баки. Правда, потом дети выросли и забаву забыли. О ней вспомнили только через 40 лет. Благодаря появлению тарелки «Фризби» в США, жители стали соревноваться в меткости, бросая игрушку в пустые бочки. Позже их заменили на специальные корзины с цепями, а вместо «Фризби» начали использовать диски. Сейчас «Диск-гольф» — это индивидуальный вид спорта, где игроку нужно поразить мишень на дистанции от 70 до 300 метров за минимальное количество бросков. На площадке находятся препятствия — деревья, кусты и водоемы. Диски бывают трех видов. Драйвер — для дальних бросков. Мид-рэйндж — для средних. И паттер — для ближних. У каждого из них разные показатели скорости, подъемной силы и маневренности. Видов бросков множество. Бэкхенд — замах слева. Форхенд — замах справа. Роллер — снаряд катится по земле. Томагавк — после взлета диск резко падает вниз. Граната — мощный бросок вверх. И другие. Диск-гольф требует от игрока координации движений, меткости, выносливости и самообладания. Далеко отправленный снаряд не всегда просто найти, а неудачные попытки могут вывести из себя. А это я еще играть не начал. Роллер — снаряд катится по земле.